Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко. Автор более 40 опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр. Автор более 1000 статей в интернете, в газетах, в журналах. Автор нескольких сотен видео. Только на одном моем канале YouTube более 650 видео на сегодняшний момент. Суммарная продолжительность которых более 8000 минут. Именно столько времени вам понадобится, чтобы просмотреть один раз все видео на моем канале. Но если вы потратите это время, я думаю, что вы не потратите время. Вы вложите это время в свое здоровье. Потому что вы узнаете, как правильно питаться, как правильно пить воду, что такое профилактика, и почему лучше заниматься профилактикой, а не лечением. А если вы вынуждены заниматься лечением, то как лучше проводить лечение средствами официальной медицины, народными средствами, в домашних условиях. А сегодня у меня очень интересный информационный повод. Пять лет назад была издана на тот момент самая лучшая книга «Что делать, если у вас есть печень?» И просмотрев это видео до конца, вы узнаете, почему книга названа на первый взгляд так странно. «Что делать, если у вас есть печень?» Многие говорят, что печень есть. Я говорю, правильно. И пока она есть, нужно ее беречь. Потому, как если печень стала работать плохо, не дай Бог узнать, что это такое. Многие это уже, к сожалению, знают. Вы также узнаете основные преимущества этой книги. Почему она вам реально нужна. И также вы узнаете из этого видео, что же вам делать, если у вас есть не только печень, но и почки. Смотрите видео дальше. Почему же на первый взгляд так странно названа книга? Я вам объясню и вы поймете, что название соответствует ее содержанию. Просто в ней отражен более чем 20-летний на тот момент, на момент издания книги, опыт врача, терапевта, фитотерапевта, диетолога. Конечно, когда в 1908 году я заканчивал Киевский медицинский институт, я бы так странно книгу не назвал. Я бы думал, как назвать ее по-иному. Потому как в тот момент нам под лозунгом «Нужно лечить не болезнь, а больного» на каждой кафедре рассказывали, как лечить отдельно взятые заболевания. Без взаимосвязи с другими заболеваниями и не дай бог состоянием человека в целом. И запутаться очень легко. Потому как на сегодняшний момент официальной медицине известно около 30 тысяч отдельно взятых заболеваний. И создать формальные схемы лечения этих заболеваний с позиции современной медицины очень сложно. Вся доказательная медицина строится на лечении одного отдельно взятого состояния или заболевания у гипотетической массы людей. А конкретика отсутствует. Вместе с тем мне повезло немножко больше, чем моим однокурсникам. Мне задолго до того, как я поступил в Киевский медицинский институт, удалось родиться в семье фитотерапевтов. Где лечили не одно поколение. И были уже отработаны свои собственные подходы к лечению. И все шесть лет в мединституте, когда мне рассказывали, как лечатся отдельные заболевания, мой дедушка Шафранский Александр Максимович показывал, как прекрасно лечится целый организм. Если подойти к нему совершенно с другой стороны. Не с точки зрения тридцать тысяч болезней. А с точки зрения основных систем жизнеобеспечения. И очень важное, стратегически важное место в организме занимает печень. Я беспочвенно доказывал своему дедушке, что заниматься печенью можно. Но есть же куча других заболеваний, которые нужно лечить. А он своим опытом показывал мне обратное. Что если заниматься печенью, можно постепенно вылечить и другие заболевания. Потому как печень занимает стратегически очень важное место в организме. Когда все продукты питания, напитки, медикаменты, лекарственные травы и любые другие вещества любого происхождения попадают в желудочно-кишечный тракт. И способные всасываться в кровь попадают до ревизии к печени. И вот эти клубнички, которые находятся зелененькие под печенью в желудочный пузырь. Она накапливает ту грязь, которую печень нашла в кровеносном русле. Которая попала к ней с кровью. И складывает на временное хранение в желудочный пузырь. Откуда сбрасывает в желудочно-кишечный тракт. А это желудочно-кишечный тракт. Это наружная среда организма человека. То есть, таким образом, печень пытается обезопасить человека от нежелательных для него соединений. Вместе с тем, продукты питания нормальные, хорошие печень обрабатывает и пропускает в кровь до работы клеток. И фактически от работы печени зависит правильное питание на 100% вашего организма. А учитывая возможности печени активно фильтровать кровь и очищать от различных токсичных соединений. Не важно, они попали через желудочно-кишечный тракт. Через органы дыхания. Через кожу. Или инъекционными какими-то методами ввели в ваш организм. Медработники. В любом случае, печень на 70% обеспечивает и очищение вашего организма. Поэтому, громадный вопрос может ли быть правильным питанием и полноценным очищением вашего организма, если у вас плохо работает печень? Думаю, что ответ понятен ребенку. Поэтому, очень важно делать так, совершать такие действия, чтобы работа печени обеспечивалась максимально эффективно. И в этом случае, вы не будете задавать вопрос, что же делать, если у вас есть печень. Если печень есть и работает эффективно, ваш организм работает прекрасно. Чувствует себя хорошо. Болезни возникают реже. и активное долголетие вам будет реально угрожать. А подробнее о том, какая информация заложена в этой книге, вы узнаете прямо сейчас. Какие же основные преимущества имеет книга, что делать, если у вас есть печень? Преимущество номер один. На мой взгляд, самое важное. Это доступность в понимании. Книга написана простым человеческим языком. На уровне 7-8 класса школы. То есть любой и каждый, взяв в руки эту книгу, поймет, что ему нужно делать в том или ином случае. И какие результаты по своему здоровью он получит, совершая те или иные действия. И на мой взгляд, это очень важно. Более того, если в книге вы найдете какой-то термин медицинский, то, как правило, рядышком стоит словарик и термин разъяснен простым человеческим языком. И вы вновь понимаете, что вам делать или что происходит с вашим организмом. Но это не единственное преимущество. О втором преимуществе книги вы узнаете прямо сейчас. Вторая, на мой взгляд, очень важная особенность этой книги. Она у многих способна изменить отношение к самому большому подарку, который сделали вам ваши родители. Это не ваша жизнь. Это ваш уровень здоровья. Потому как именно уровень здоровья определяет качество вашей жизни и ее продолжительность. если вы правильно им воспользуетесь, этим подарком, то и качество жизни будет высоким, и активное долголетие будет вашим. К сожалению, многие ведут себя так, как ведут, и по очень невыгодному курсу конвертируют те возможности, те средства, которые были подарены вам, вашими родителями. Потому как работа любой ценой, работа без отдыха, она, к сожалению, приводит к достаточно быстрому износу организма и к прерыванию жизни в любой самый неподходящий момент. Поэтому, изменив свое отношение к себе, к своему здоровью, вы получаете громадный бонус, улучшая качество своей жизни и создавая себе возможности для активного долголетия. А вот те особенности, которые известны сегодня, когда стремятся быстро вернуть здоровье, быстро оздоровиться, омолодиться, очиститься, но могут потерять и все, включая жизнь, об этом есть в этой книге, и об этом я вам расскажу прямо сейчас. Третьей, очень важной особенностью этой книги, я бы назвал разбор основных входящих в моду, или выходящих из моды, или модных в какое-то время, или в какой-то период развития цивилизации человека. Различных систем быстрого омоложения, оздоровления, очищения. часто рекомендуют да, оздоровитесь сразу на всю оставшуюся жизнь. И, к сожалению, многие это подтверждают. Я разбираю эти системы с точки зрения физиологии, анатомии, биохимии, и показываю не только плюсы, которые обозначают в этих системах, но и минусы, которые вы также можете получить, участвуя в этой системе. А получив эту информацию, вы сможете создать собственное представление на том уровне знаний, который вы имеете, стоит вам или не стоит заниматься такими системами. Потому как очень часто быстрое и на всю оставшуюся жизнь омоложение, оздоровление, очищение реально так и происходит. Потому как жизнь может и закончиться внезапно. Потому как системы эти не учитывают ваш индивидуальный уровень здоровья. Те болезни, которые вы имеете. А желание быть здоровее должно соответствовать тем возможностям, которые есть у вашего организма. Что еще есть в этой книге? Моя система очищения и оздоровления не экстремальная. Никуда не торопясь. Понимая как правильно наладить питание, систему питания, рацион питания, вы обеспечиваете активность основного фильтра в своем организме. От работы печени, напомню, зависит на 70 процентов очищения крови. И на 100 процентов правильное питание. Без правильной работы печени правильная работа организма не представляется быть возможной. Она будет нарушаться в разной степени, используя те резервы, которые у вас были. Чего не хватает в этой книге? Да, печень это здорово. Но есть еще один фильтр. Вернее их два. Почки. И мне часто задавали вопрос, как же поступить правильно. Да, печень важна, но есть же еще почки. Их возможности тоже нельзя сбрасывать со счетов. Конечно, вы знаете все рекомендации пить 1,5-2 литра воды в сутки. Да, таким образом вы напрягаете почки. И вроде как очищаете свой организм. Вы видите, выпили воду. Или вспотели, или пошла моча. И вы видите, что очищение работает. Но! Здесь есть маленький нюанс. Если печень, очищая кровь, часть токсинов сбрасывает безапелляционно через желчный пузырь обратно в кишечник. У тех, у кого есть желчный пузырь. У кого нет желчного пузыря. Им даже и система питания не суть важна. Потому как желчь транзитом проходит прямо из печени в кишечник. Но! Печень способна обезвреживать и водорастворимые токсины. Которые в этом случае нейтрально проходят через почки. Не повреждая их. Если же вы пьете только воду. Без учета усиления работы печени. Вы серьезно рискуете. Потому как водорастворимые токсины в активном виде проходя через почки будут нарушать их работу. И это достаточно короткий путь в развитии почечной недостаточности. И безусловно этот нюанс в книге не учтен. И вот что делать если у вас есть печень и почки. Вы узнаете прямо сейчас. Ответ на этот вопрос вы узнаете прямо сейчас. Я бесконечно благодарен десяткам тысяч моих пациентов. Которые на протяжении почти 30-летней врачебной практики регулярно спрашивали как правильно делать то или иное. Полезно или вредно совершать те или иные действия в отношении своего здоровья. И часть ответов на их вопросы опубликованы в моих статьях, книгах, брошюрах, видео на моем канале. Одна из последних опубликованных книг, в которых суммируется почти 30-летний опыт врача, фитотерапевта и диетолога. Это что делать если у вас есть печень и почки. Потому как от правильной работы печени на 100% зависит правильное питание вашего организма. Потому как ни один продукт питания, ни один напиток не могут пройти мимо печени незамеченным ею. Ну если она хорошо работает конечно. А также от суммарной работы печени и почек, очищающих тонны крови ежедневно, зависит и очищение вашего организма. Примерно на 90% очищение крови и организма в целом зависит от работоспособности печени и почек. При этом если печень способна к регенерации, если вы создадите для нее более комфортные условия, на срок от двух до четырех-шести месяцев, она даже самостоятельно способна восстановиться и работать более эффективно, то с почками немножко сложнее. К сожалению, тот примерно миллион нефронов, который заложен в двух почках при вашем рождении, при любых интоксикациях, явных или неявных, начинает постепенно уменьшаться. И явления почечной недостаточности развиваются, когда осталось примерно 250 тысяч нефродов. То есть от двух почек осталась половинка одной. В этом случае, конечно, это состояние необратимое, но поддерживать правильно можно и на этом уровне. И информация, которая изложена в этой новой книге, что делать, если у вас есть печень и почки, она поможет вам совершать правильные действия, чтобы и печень и почки, ваши собственные, работали как можно дольше и лучше. А вот какую еще информацию вы можете получить, прочитав эту книгу, вы узнаете прямо сейчас. Последние несколько лет я активно занимался поиском ответов на вопросы, какую же правильно пить воду, и вышел на интересную ситуацию. нет одной воды, которая нужна абсолютно всем. Вода нужна каждому, в зависимости от пола, от возраста, от сезона года, от погодных, климатических условий, от того образа жизни, который вы ведете. В каждом конкретном случае вам нужна немножечко другая вода. И фактически для поддержания высокого уровня здоровья и для профилактики болезней вам нужна диетическая вода. В случае, если вы заболели, да, есть питьевые курорты, вы используете лечебные минеральные воды для возвращения своего уровня здоровья. А дальше вновь вам нужна диетическая вода. И часть ответов на свои вопросы вы также можете найти в этой книге. от воды зависит работоспособность ваших почек, которые, к сожалению, увы, не восстанавливаются. И почки нужно беречь лучше, чем печень. Потому, как напомню, печень способна к восстановлению, а вот почки нет. Поэтому берегите почки и правильно используйте и почки, и печень для вашего здоровья. А вот какой интересный бонус вы можете получить еще, вы узнаете прямо сейчас. Какой же дополнительный бонус вы можете получить книгу с авторофом автора. Возможно, это поможет вам более тщательно выполнять рекомендации и получать больше здоровья, жить и лучше, и дольше. А на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчикам моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете какую оценку поставить на это видео, я подумаю какое еще видео написать на тему здоровья и активного долголетия для вас. До новых встреч на моем канале.